Всем привет, друзья! Сегодня посмотрим с вами на новую мобильную гарнитуру от Logitech G333. На самом деле данная гарнитура совместима и с компьютером, и с плойкой, однако я затычки автоматически заношу в класс мобильных. Ну вот как-то подсознательно. Однако вы можете использовать эту гарнитуру и с ПК, и с плойкой, и с боксом, и с мобилой, и с Nintendo Switch, и с другими устройствами, где есть 3,5 мм джек, либо Type-C с поддержкой вывода звука. Говоря, что гарнитура новая, я не совсем прав. У Logitech уже была подобная моделька, которая позиционировалась как гарнитура для шлемов виртуальной реальности. И из-за ее привязки к VR-у гарнитура не получила широкого распространения. Однако эта гарнитурка исправит такое положение дел. Гарнитуры выполнены из алюминия с приятными синими силиконовыми амбушюрами. Провод тут плоского сечения для того, чтобы меньше путался в кармане. Однако, как мы знаем, вопреки всем законам физики, наушники заплетаются в неизвестные человечеству узлы, притом всегда. Эти будут, наверное, запутываться меньше. Но все же будут. Поэтому носите их лучше в чехольчике. Те, кто смотрит меня давно, знают, что я не очень люблю затычки. Мне больше по душе вкладыши. По крайней мере, так было год-полтора назад, пока мне не стали периодически попадать затычки на обзор. И в целом постепенно привыкаю к ним. И ими становится пользоваться более или менее комфортно. Однако, пока что долго пользоваться затычками лично я не могу. Основным аспектом, который заставляет меня пользоваться этими затычками, является звук. Это лучшие игровые затычки, которые я слышал. Звук в них очень чистый. Слышно все. К примеру, в музыке отлично слышно вокал. Отлично слышно отдельные инструменты. Бас не глушит картинку. И первый раз, когда я их послушал, я был очень приятно удивлен. Я дал послушать эту гарнитуру и другим людям. Подумал, ну мало ли, может мне кажется. Все как один подтвердили, что гарнитура звучит очень классно. В последнее время логи набирают обороты и все чаще залетают в мой личный топ девайсов. Лучшая беспроводная мышь для меня G Pro Superlight. Лучшая полноразмерная игровая гарнитура G Pro X. Теперь лучшие игровые затычки для меня это G333. И нет, мне не проплатили. Логи не заносят мне деньги за рекламу или за хвалебные отзывы. Однако, Logitech, я в целом как бы и не против. Ну так, если что, вдруг. Комплект у гарнитуры тоже весьма годный. В комплекте с гарнитурой мы получаем переносной чехольчик, запасные амбушюры нескольких размеров и, что самое приятное, переходничок с Type-C на 3,5 мм, что расширяет область применения этой гарнитуры. У гарнитуры есть микрофон, что неудивительно, раз она зовется гарнитурой. Он встроен в пульт управления. Помимо микрофона, в нем встроены три кнопки, которыми вы, к примеру, при прослушивании с телефона можете листать треки, делать громче, тише, принимать вызовы. Сам микрофон звучит так. Раз, два, три, проверка микрофона Logitech G333. Для мобильной гарнитурки весьма неплохой микрофон. Запись сейчас ведется на компьютер через внешнюю звуковую карту. И так как это мини-джек, от устройства к устройству звук может меняться, все мы это понимаем. В целом, для общения в играх или по телефону этого микрофона хватит с головой, а большего от него и не требуется. Ну и чтобы вы еще послушали этот микрофон, расскажу вам про расцветки наушников. Если обычный черный цвет вам кажется уже скучным, то гарнитура будет доступна еще в серебристом и в фиолетовом цвете. И вот, кстати, фиолетовый вот с этими амбушюрами вот прямо-таки приятно смотрится, но как минимум необычно, свежо. Так что вот такие вот цвета и вот такой вот микрофон. Но нашел я в этих наушниках и минус. Лично для меня он один, и то весьма посредственный. Частота звука достигается здесь за счет того, что в одном ухе у вас два динамика. Один для высоких и середины, второй для низких частот. В итоге эти четыре динамика, как ни странно, требуют достаточного питания. Так вот, используя их на телефоне, кому-то может не хватить максимальной громкости. На компе такой проблемы нет, однако тестил на топовом Самсунге, на притоповом Нонпласе, и там максимальная громкость не такая, как на компе. И не такая, как в большинстве гарнитур. Вот типа знаете, когда долбит так, что слышит все вокруг, а у вас в ушах каша. Короче говоря, мне этой громкости вполне хватает. Но сравнивая с другими мобильными гарнитурами, при использовании с мобильного устройства у логов звук потише, вот кому-то может не хватить. Однако то качество звука и позиционирование, которое дает 3033, на мой вкус перекрывают недостаток с недостаточной громкостью. Хотя опять же, мне достаточно, но те, кто любит, чтобы долбило прям пипец, тем может не хватить. По выводам. Как я уже и сказал, для меня это лучшая условно-мобильная гарнитура. Звучит она очень приятно, очень чисто, и для меня лучше всех мобильных гарнитур, которые я тестил в игровом сегменте. Я реально советую их приобретению, если вам нужна такого рода гарнитура. Вы не пожалеете. Она отлично подходит, как для музыки, фильмов, так и для игр. Честное слово, первый раз послушал и был очень удивлен. Вот как-то так. И, кстати, ценник обещает быть сносным, более-менее адекватным на фоне других игровых гарнитур, поэтому эта гарнитура имеет достаточно сильную позицию на рынке, на мой взгляд. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заглядывайте к нам на сайт, выбирайте игровые девайсы, подписывайтесь на наши социальные сети, будем рады вас там видеть. В ВК у нас анонсы, новости, фоточки, инфа по работе магазина. В телеге свежие анонсы по поставкам, в инсте красивые фоточки. А, ну и самое главное, во всех соцсетях периодически проводятся розыгрыши. Желаю каждому из вас топовых девайсов, не болейте. И пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин